«Знаешь, я устала тебя содержать!» – выкрикнула Ольга своему мужу Станиславу после очередной ссоры. – Ты не хочешь помогать мне ни в чем. Мусорное ведро стоит несколько дней, а ты даже не вспомнишь, когда в последний раз выносил его. Ребенок плачет, а тебе все равно. Даже не повернешься в его сторону. Почему ты на меня все повесил и сидишь, да еще меня обвиняешь в наших проблемах? Что ты сказала? Массивная фигура Станислава выросла на пороге кухни, и он зло посмотрел на жену. – Ты меня содержишь? А что, не так? Мне приходится оплачивать все счета, покупать еду, обеспечивать ребенка и даже выделять тебе деньги на проезд и твои обеды. Ты даже на такие мелочи не хочешь тратиться, – возмутилась Ольга. – А почему я должен тратиться? – усмехнулся Станислав. – Все замужние женщины так и живут, смотрят за мужьями и детьми, следят за домом и не попрекают своими деньгами. Ты мне еще скажи, что я на тебе из-за денег женился. Сама меня никогда не любила, вот и несешь всякую муть. – Не смей так говорить, – взорвалась женщина. – Я любила тебя и закрывала глаза на все твои косяки, готова была простить тебе все, только чтобы мы были одной семьей, а ты просто повел себя как профессиональный паразит. – О, как откровенно! – усмехнулся Станислав. – Профессиональный паразит. Красивые слова, если не вдаваться в смысл. – Долго сочиняла родная. Он подошел поближе к жене, взял ее двумя пальцами за подбородок и презрительно улыбнулся. – А если я завтра уйду? Пожалеешь ведь? – Ольга яростно замотала головой и попыталась вырваться из его железных пальцев, что удалось ей не сразу. – Как знаешь. Тогда сегодня я могу рассчитывать на прощальный ужин? Или как? Станислав вышел, оставив жену в слезах. Ольге было обидно не столько из-за его слов, сколько от сознания того, что он так и не понял причины ее недовольства. Станислав явно считал себя пределом ее мечтаний, раз уж думал, что может и дальше жить за счет жены, постоянно прививая ей чувство вины и стыда непонятно за что. Теперь потребовал прощальный ужин. А то, что Ольга пришла после работы с опозданием на два часа, потому что сдавала отчеты, его ни капли не волновало. Станислав даже не потрудился забрать их сына Степу из детского сада. Хорошо, что мать другого мальчика была соседкой и привела Степку к себе, чтобы он не стоял на пустой лестничной площадке. Станислав как следует поел, откинулся от стола и нахально подмигнул Ольге. «Был очень вкусно. Не знаю, долго ли я буду вспоминать твою стряпню, но сегодня это было очень даже ничего. А что ты скажешь по поводу прощального супружеского долга?» Ольга вместо ответа вытолкала мужа из-за стола и указала ему на дверь спальни. «Твое место там, на сегодня и остальное время. До твоего ухода». «Ладно, как скажешь». Станислав еще раз подмигнул и с игривой улыбкой ушел в спальню, пока Ольга готовилась после уборки искупать и уложить сына спать. Он непринужденно собирал свои вещи, звонил знакомым и сообщал, что решил уйти из семьи. «Да знаешь, достало уже все. Никакой благодарности за то, что вкалываю, как проклятый. Ну да, кому понравится. Только и знать, что на меня взваливать ответственность. Все время обижена и недовольна. Да не пропаду я. Я что, котлет не ел. Да иди ты. Квартиру мне освободишь. Надо на первое время где-то перекантоваться». Ольга делала вид, что ее не трогают его слова, но внутри кипела целая буря. Они столько лет ждали рождения сына, а после того, как Степа появился на свет, Станислав повел себя так, словно воспитывал чужого ребенка. Он не подходил лишний раз к малышу и всякий раз, когда думал, что Ольга не слышит его, ругал ни в чем не повинного младенца грязными словами. Жена настояла на экспертизе ДНК, которая показала, что Степа сын Станислава, но молодого отца это не успокоило. Он все равно вел себя крайне отчужденно и даже агрессивно, стараясь не попадаться. Со временем Степа стал жаловаться на то, что папа его ругает и боялся подходить к отцу. Станислав буквально сбежал на следующий день, забрав с собой все свои вещи. Оставшись одна, Ольга отвела сына в садик и старалась вести себя, как обычно. Она не хотела, чтобы сотрудники заметили, как она подавлена. Когда женщина уже поздравила себя с тем, что ей все удалось, к ней подошел ее новый начальник, получивший назначение двумя днями ранее. – Ольга, можно вас на минутку? Пройдите в мой кабинет, пожалуйста. – Да, Олег Романович, уже иду. Ничего не понимая, женщина последовала за ним и встала возле при открытой двери. Усевшись, начальник показал на дверь. Закройте, пожалуйста, и присаживайтесь, удобнее обсуждать некоторые вопросы, сидя. Ольга присела на самый краешек стула. Она всегда старалась следовать солдатским заветам, держаться подальше от начальства и поближе к кухне. Но Олег Романович предугадал ее стратегию. Бросив на Ольгу внимательный взгляд, мужчина начал. – Ольга, мы начинаем новый проект. Я изучил ваши бумаги и отчеты, ознакомился с результатами внутренней аттестации и решил, что вы – идеальный кандидат на должность руководителя проекта. Как вы относитесь к этой идее? – Идеей возглавить проект? – переспросила Ольга. – Ну, почему я? Я никогда этого не делала, а была просто исполнителем. Не скрою, я хорошо умею делать свою работу, но указывать, кому и что делать – это не мое. – Дело не в том, чтобы указывать, – терпеливо объяснил Олег Романович. – Мы хотим, чтобы проектом руководил человек, которому доверяет коллектив, и который пользуется у сотрудников заслуженным авторитетом. Вы оказались таким человеком, ведь против вас не было ни одного голоса. Ну, что скажете? – Ольга набралась смелости и выдохнула. – Хорошо, я попробую. А где я могу взять документацию по проекту? – Вот за что вас уважают, – весело ответил начальник. – Никто мне принесет, а где могу взять? – Она у Ани, моей секретарши, бюджет у главбуха. – Когда вы сможете приступать к реализации? Мне нужна общая стратегия на этой неделе. – Подумав, Ольга ответила. – Думаю, если пакет документов полный, и мне не потребуются дополнительные данные, то уже через пару дней проведу общее собрание группы по проекту. – Кстати, я ее сама формирую? – Двух человек берете сами, остальные трое уже подобраны. Просто у них функционал такой, что без них никак нельзя. – Ольга сразу направилась в бухгалтерию, а после нее – к секретарше Ане. Женщина уже успела выбросить из головы историю с ухода мужа и полностью погрузилась в изучение документов. Цифры были впечатляющие, но Ольга не испугалась. В прошлом она рулила проектами с шестизначными бюджетами. Шеф выразил желание присутствовать на собрании инкогнито для всех остальных, подключившись через скрытый мессенджер. Он внимательно выслужил предложение Ольги и ее новых подчиненных, после чего вызвал сотрудницу к себе. – Могу вас только поздравить с тем, что вы правильно подобрали нужные ресурсы. Никогда не думал, что наши стажеры на такое способны. – Они с отличной подготовкой, Олег Романович, – ответил Ольга. – Такие умнички с готовностью ухватятся за возможность показать себя и выложиться на все сто процентов. По мере того, как продвигая проект, Ольга чувствовала себя более уверенно, почти все намеченные задачи были выполнены. Чек-лист показывал шикарную динамику исполнения. Оставалось отшлифовать отдельные мелочи, и Ольга не собиралась перекладывать эту задачу на плечи молодых новичков, хотя они рвались в бой. Однажды вечером, когда женщина позвонила сестре и попросила ее забрать Степу из садика, из приемной сообщили – Ольга Владимировна, к вам посетитель. Начальник удивленно посмотрел на Ольгу. – Вы кого-то ждете? – Никого, – удивленно ответила та. – А кто это? – Говорит, что ваш супруг. После этих слов на лице Ольги появилось выражение сильнейшего удивления. Станислав не появлялся больше полугода после развода, а алименты он не платил, потому что жена отказалась от них. С чего бы вдруг ее бывшему снова заявляться к ней? Олег Романович потупил взор и спокойно спросил. – Надеюсь, ваша личная жизнь вам не помешает довести проект до конца? – Честно говоря, я не понимаю, откуда он взялся, Олег Романович, – ответила женщина. – Мы уже год как в разводе. Почти год. Извините, я отлучусь на минуту. Начальник кивнул, и Ольга направилась в сторону приемной. Ей сразу бросился в глаза потрепанный вид бывшего мужа, который с ироничной ухмылкой смотрел на женщину. – Здравствуй, моя любимая жена! – слащаво заулыбался Станислав. – Здравствуй и заканчивай поясничать! – бросила ему в ответ Ольга. – Чем обязана? – Разве так встречают человека, которому ты когда-то клялась в любви и верности? – едко засмеялся Станислав. – Как там мой сын? – Твой сын? Разве ты считал Степу своим сыном? Ты всегда считал его ублюдком, которого я нагуляла на стороне. – Ольга буквально выплюнула эти слова в лицо бывшему мужу. – Ну, не цепляйся к словам, родная! – в голосе Станислава послышались знакомые слащаво-ироничные нотки, которые обычно выводили Ольгу из себя. – Я всегда хотела жить с тобой, но ты… Ты не ценила моих усилий. Тебе было удобнее видеть во мне источник всех проблем. – Ольга начала шумно дышать, чтобы успокоиться после таких слов бывшего супруга. Но в это время в приемной показался Олег Романович, который вышел узнать, когда Ольга сможет вернуться к обсуждению. Однако при виде начальника Станислав сузил глаза и уставился на вошедшего недобрыми глазами. – А, вот кому я обязана разрушением своей семьи. – Это ты задурил голову моей жене, урод? Что ты тут делаешь? – Ничего не понимаю. Откуда ты его знаешь? – Ольга уставилась на бывшего мужа и перевела взгляд на начальника, который холодно и жестко смотрел на Станислава. – Ты здесь откуда взялся? – Олег Романович побагровел и двинулся к Станиславу. – Да объясните мне кто-нибудь, что здесь происходит? – Ольга чуть не сорвалась в крик, глядя, как мужчины сверлят друг друга, не обещающим ничего хорошего взгляда. – Хватит притворяться, дура, как будто ты не знаешь, – прошипел Станислав. Олег Романович махнул рукой и ушел в свой кабинет. – Обсуждение продолжим завтра, мне сейчас нужно созвониться с руководством. Ольга с удивлением смотрела на бывшего мужа, а тот гадко улыбался. – Вот урод! И сюда успел прошмыгнуть. Не говоря больше ни слова, он круто развернулся и с треском захлопнул за собой дверь, грубо крикнув охраннику. – С дороги, придурок! Ольга вернулась в рабочий кабинет, куда вскоре заглянул и начальник. – Ольга, я должен извиниться перед вами за происходящее. Простите, я не знал, что вы были замужем за этим человеком. – Олег Романович, я озадаченный, если честно. Да, мы со Стасом были женаты, но, как я уже говорила, наши пути разошлись. Начальник сел напротив Ольги и рванул на себе галстук. Посмотрел на женщину и мрачно улыбнулся. – Да уж, земля такая круглая. Никогда бы не подумал, что мерзавец, который так подло поступил с моей сестрой, еще был женат на моей лучшей сотруднице. И, как я понимаю, успел и ей хорошо испортить жизнь. Я не прав? Можно узнать, что было у вас в прошлом? – робко осведомилась Ольга. Мужчина пожал плечами и начал свой рассказ. Мы со Станиславом учились в одной школе, были лучшими друзьями. Станислав начал проявлять внимание ко моей младшей сестре Веронике, которая на пять лет младше. Вероника вначале игнорировала его ухаживание, но затем стала воспринимать его как потенциального жениха. Подлец получил от нее все, что хотел и потерял интерес к Веронике. Через месяц Вероника мне призналась, что ждет ребенка от Станислава. Попытки поговорить с когда-то лучшим другом оказались безуспешными. Негодяй сбежал, а сестра едва не покончила с собой после неудачного аборта. Врачи сообщили Веронике, что отныне она никогда не сможет стать матерью, но Ника все-таки вышла замуж и ее супруг согласился усыновить детей из сиротского приюта. Так что Вероника все равно обрела свое счастье, хотя чуть не сломала себе жизнь из-за подлости этого человека. Потом он появился в одном офисе, где я занимал должность руководителя и постарался избавиться от меня. Это ему удалось, надо сказать. Я могу только удивляться, как у него получилось провернуть такой трюк с подставой. Из-за махинации Станислава меня уволили, и я переехал в другой город. Проработав здесь несколько лет, я устроился в компанию, где мы с вами, Ольга, и познакомились. И, как знаете, в дальнейшем я получил повышение. Я просто потерял дар речи, когда увидел его гнусную физиономию. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. И как у него получается пролезать во все щели? А вы каким образом оказались его женой? Я правильно понимаю, что у вас есть общий ребенок? – Увы, это так, – печально согласилась Ольга. – И у нас ничего не вышло, потому что Стас не хотел брать на себя ответственность за семью. Я ведь не выходила в декрет, мне помогали наемные няни и родственники. Это было очень удобно для Стаса, а ведь у него зарплата всегда была ниже, чем у меня. В общем, он решил, что работать за копейки не хочет, и последние два года его содержала я. Он даже устроился на первую попавшуюся вакансию ради того, чтобы не видеть меня дома днем. А когда Степка подрос и я его отдала в садик, Стас стал требовать, чтобы я выделяла ему деньги на проезд и оплачивал его офисные обеды. – И чего еще от него можно было ожидать? – с отвращением проговорил Олег Романыч. – Он даже с Вероникой связался, чтобы попасть в совет директоров в компании нашего отца. Просто мы с сестрой не хотели быть тенью в семейном бизнесе, чтобы к нам относились как к блатным мажорам, поэтому выбрали места для работы, никак не связанные с родительским бизнесом. – А каким бизнесом занимались ваши родители? – спросила Ольга. – Строительством, – ответил Олег, наливая себе черный кофе. Отец создал свою компанию почти 20 лет назад. У него все пошло на ура с самого начала, потому что был хороший спрос. Он был одним из первых основателей строительного рынка, поэтому с его мнением было принято считаться. А меня привлекал финансовый сектор и игра на бирже, поэтому я учился аналитики за рубежом, практиковался в лучших компаниях и даже играл на бирже. Но потом решил вернуться и из-за финансовых проблем отцу пришлось продать компанию, хотя он ничуть не пожалел, потому что стало больше свободного времени и он смог заняться собственным здоровьем и семьей. Мама была очень рада этому, и они вместе объездили почти весь мир. – Можно личный вопрос? – осторожно спросила Ольга. – У вас есть семья? – И здесь мне помог Стас, – мрачно усмехнулся Олег Романович. – Я собирался жениться на одной девушке, но Стас успел и здесь наследить. Он соблазнил мою девушку и прислал мне фотки, как они весело проводят время в его номере. Я решил, что мне ни к чему связывать себя такими обязательствами с легкомысленной девицей и разорвал помолвку. Поэтому и живу до сих пор один. Ольга была поражена его словами. Оказывается, у ее бывшего мужа была очень своеобразная биография, в которой подлость и хамство были привычным явлением. Вот почему он увел себя так по-скотски, поняла женщина. Просто ему было не впервые совершать подобные мерзости, ведь он легко мог сбежать после содеянного, сделав вид, что ничего не произошло. Доделав проект до конца и полностью отчитавшись по финансам, Ольга пришла в кабинет начальника с заявлением об отпуске. – Олег Романович, я хочу немного времени посвятить сыну. Он меня и так очень редко видит с тех пор, как я занялась проектом. Мне нужен хотя бы двухнедельный отпуск. – Хорошо, не возражаю. Оставьте заявление, я подпишу, – кивнул ей начальник. Вся группа, работавшая над проектом, получила солидные премии, чему стажеры несказанно обрадовались. Но еще больше они обрадовались, когда Ольга, как руководитель группы, порекомендовала каждого принять в качестве штатных сотрудников, и начальник одобрил ее рекомендации. Теперь стажерам предстояло отмечаться перед сторожилами, организовав прописку с накрытым столом. Олег Романович был против того, чтобы проводить подобные мероприятия в офисе, и сотрудники заказали столики в ресторане, куда часто приходили отдыхать. Все решили дождаться, когда Ольга вернется из отпуска. Никто не знал, как и сама Ольга, что Олег Романович подстроил ей выигрыш путевки с поездки в Испанию. Якобы Ольга оказалась обладателем счастливого билета, благодаря которому смогла поехать на отдых с сыном. Оба вернулись загорелые и счастливые, а Степа гордо показывал всем фотографии из парижского Диснейленда, куда они заехали с мамой в последние два дня отпуска. На вечеринке в честь новых сотрудников Олег танцевал без устали, много смеялся и шутил, уделял внимание каждой даме из коллектива, что всеми было воспринято как доказательство его человеческих и джентльменских качеств. Девочке он такой классный и симпатяга, скромно закатывала глаза администратор офиса Таисия. Интересно, почему он до сих пор не женился? Наверное, была личная драма, не иначе, с видом знатока говорил главный по финансовой отчетности Миша Стрельцов. «Для вас, мужчин, все превращается в драму», сказала Таисия, «то не по вкусу, то не по зубам, то не по карману. Все, хватит цитировать шедевры из социальных сетей», примирительно подал руки Миша. «Я и так знаю, что ты вызубрила все, что касается темы отношений между полами». Девушка и дальше собиралась с ним спорить, но тут ее лицо изменилось. Все посмотрели в ту же сторону и увидели, как начальник бережно вел в танцы Ольгу, которую пригласил на вальс. Глядя на их движение, Таисия заулыбалась. «Кто готов со мной спорить, что между этими двумя что-то есть? У нашего шефа аж глаза гореть начинают, когда он видит Олю». Таисия оказалась права. Меньше чем через год Олег сделал предложение своей лучшей сотруднице, предварительно переведя ее в другой филиал компании, чтобы она не была в его непосредственном подчинении. Когда они собирались уезжать в семейное путешествие, взяв с собой Степу, которому надо было готовиться к первому классу, появился тот, кого никто видеть не хотел. Ольга даже растерялась при виде бывшего мужа, который с независимым видом стоял перед закрытой дверью и смотрел на нее, словно пытаясь увидеть, что происходит внутри квартиры. «Оля, открой, это я. Поиграли и хватит, впусти меня. Степке нужен отец». Ольга открыла дверь, а за ее спиной Станислав увидел Олега, обнимавшего его бывшую жену за талию. «Надо же, кто у нас вспомнил про отцовские обязанности», усмехнулся Олег. «Ты что тут делаешь? убери руки от моей жены», – заорал Станислав. Однако его остановила сама Ольга, резко оттолкнув назад. «Ты какого черта здесь делаешь? Неужели вспомнил про сына? У него уже есть отец, и это не ты». «Ты крутила роман с этим типом за моей спиной? Поэтому ты называешь его отцом Степы?» Крик Станислава было слышно на весь подъезд. «Ты биологический отец Степы, но не более того», – жестко ответила женщина. «А я романа никогда не крутила. Это была твоя прерогатива, помнишь? Мы с Олегом поженились, и тебе сюда вход запрещен. Твоих вещей здесь нет. Ты уже давно все забрал. А с чего ты назад решил пожаловать?» Внезапно Станислав упал, и перепуганные супруги бросились оказывать ему первую помощь. Приведя мужчину в чувство, Ольга принесла ему воды. «На, выпей. Как ты себя чувствуешь?» – спросила она. «А как я себя должен чувствовать, если у меня увели мою семью?» – саркастически ответил Станислав, подумав, он мрачно проговорил. «Знаешь, я хотел всего лишь признать, что свалял с тобой дурака. Но, выходит, я опоздал, раз ты выскочила замуж за этого неудачника. Зачем тебе, Олег? Он отказался от собственной невесты прямо перед свадьбой. Думаешь, ты с ним долго проживешь?» «А ничего, что ты способствовала этому?» – спокойно спросила Ольга. «Мало того, на твоей совести отказ признать ребенка от молодой девушки и то, что из-за тебя Олега уволили». «Если бы этот придурок не строил из себя героя, отказываясь войти в совет директоров, этого бы не случилось», – зло ответил Станислав. Вероника была обычной дурой, грезила о любви, на которую не была способна. «Хочешь сказать, что ты способен любить кого-то еще, кроме себя?» – усмехнулась Ольга. «Тебя послушаешь, так все кругом виноваты. Все такие сволочи и мерзавцы. А ты один белый и пушистый». «Понял». Станислав поднялся и пошел к выходу. «Не могу пожелать тебе счастья, извини уж. Ты пожалеешь, что отказалась от меня. Обещаю хорошие неприятности и тебе, и твоему нынешнему муженьку». Он вышел из подъезда через несколько минут. Когда Ольга, стоя у окна, смотрела, в какую сторону он пойдет дальше, из-за угла с визгом выскочила легковая серебристая машина. Станислав не успел отойти от края дороги, и машина зацепила его. От удара мужчина отлетел к придружному столбу, а от автомобиля и след простыл. Ольга вскрикнула от ужаса. На ее крики прибежал Олег и прижал жену к себе. «Милая, что случилось?» Олег широко раскрытыми глазами смотрел на ужасную картину, потом поспешил отвезти супругу от окна. «Очень жаль, что так случилось, но в этом нет нашей вины». Ольга лишь кивнула и прижалась к нему. Субтитры создавал DimaTorzok